Снова здравствуй, не случайный зритель. Это вторая часть видео про траекторию пути перемещения, на которой мы разберем основные задачки. Кто не видел первую часть, еще раз повторяем. Траектория это линия, по которой движется тело. Путь это длина траектории. И перемещение это вектор или отрезок, соединяющий наше начальное положение с конечным. Обязательно посмотрите, там мы рассматривали теорию на примере Яндекс.Карта. Итак, первый вопрос. Что показывает одометр автомобиля? Кто не знает, что такое одометр, это такая штука, на которой пишется пробег автомобиля. Ведь когда машина едет, она же смотрит, сколько она проехала. И это записывается, ну чтобы знать потом пробег, при продаже и вообще понимать, какой ресурс у автомобиля. Так вот, вопрос. Путь или перемещение показывает одометр автомобиля? Траекторию он показывать не может, потому что траектория вообще неизмеряемая величина. Это у нас линия, по которой движется тело. А вот длина траектории, это у нас путь. Смотрите, ну естественно, когда мы едем, у нас колеса крутятся, они же проезжают по траектории, поэтому они показывают весь путь, который мы преодолели. Поэтому одометр автомобиля показывает путь. Второй вопрос, как раз по примеру рассматриваем в первом видео. По какой траектории движется робот-пылесос на видео? Мы сказали, что он начинает двигаться из какой-то начальной точки и по раскручивающейся спирали движется. То есть его траектория это раскручивающаяся спираль. На видео видно. А что же происходит с его путем и перемещением? Путь постоянно увеличивается. Он все больше и больше проезжает. А вот перемещение довольно интересная штука. Давайте пусть он находился вот в этой точке. Вот это точка 1. Едет, едет, едет. Когда он оказался в точке 2, его перемещение, мы помним, что это вектор, соединяющий начальное и конечное положение. Вот оно. И модуль перемещения, величина, которая показывает длину этого перемещения, он, вот допустим, напишем R1. Потом, когда он находился вот здесь, в точке 3, у него перемещение вот такое, R3. Но смотрите, а когда он оказался уже на следующем круге, то есть вот здесь, в точке 4, у него перемещение опять маленькое, тут большое, тут еще больше, а здесь опять маленькое. Он всего лишь переместился вот настолько. То есть это будет у нас R, так это R2, это будет R3. Следующий вопрос. В каком случае возможна ситуация, что путь не равен нулю, а перемещение равно нулю? То есть мы двигались, 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 но в итоге никуда не переместились. Ну, очень просто. Например, это ситуация, когда мы бегаем по стадиону. Мы начали из этой точки, начальное положение. Бежали, бежали, бежали. Пробежали целый круг. То есть путь у нас не равен нулю. А перемещение мы переместились вот сюда. Перемещение R равно нулю. То есть, когда наша траектория является замкнутой. Естественно, это возможно и не только по стадиону. Да по любой. Замкнутой траектории у нас перемещение равно нулю. Начали из этой точки. Двигались, 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 двигались. Приехали в нее же. Путь не равен нулю. Перемещение равно нулю. В каких координатах можно построить траекторию тела? Вопрос, может быть, сразу непонятный. Имеется в виду. Вот мы встречаемся в задачах с многими графиками. X от T, Y от T, V от T, X от Y. Вот какой из этих множеств, какой график из этого множества нам подходит? Вот смотрите. У нас есть траектория тела. Начало двигаться из точки А, попало в точку B. Вот так проехало. Это его траектория. И мы хотим это изобразить на каком-то графике, чтобы точно сказать, какая координата у этого тела, у этой точки, у этой точки. Ну, естественно, нам подходят координаты X, Y классические. Ну, можно наоборот, тут X, тут Y. В общем, координаты, которые имеют размерности расстояния. Например, метры. Потому что мы должны сказать, какая координата будет у А, то есть Y, A, X, A. Все наоборот. Видите, у меня получилось должно быть XY, но неважно. У нас теперь Y это аргумент. И здесь Y, B, X, B. А вот, например, если бы мы вместо Y написали T, то есть зависимость X от T, это была бы уже не траектория. Вот смотрите, маленький пример. Как меняется X от времени. То есть X у нас от времени увеличивается. Что мы можем понять по этому графику? Единственное, что мы можем понять, что тело по оси X из точки X нулевое, где-то 0, начало координат, где-то X нулевое, что тело ехало по оси X. Но мы ведь не знаем, как оно двигалось по другим координатам. Мы же живем в трехмерном пространстве. У нас еще есть Y и Z. Ну, то есть, длина, ширина, высота. А мы только одну из координат указали, как она менялась. Только X. Если в задаче сказано, что движется только вдоль оси X, тогда да, мы можем сказать, что оно движется по прямой. Ну, а если оно еще движется как-то по Y или по высоте, то есть, по одной лишь зависимости X от T, траекторию нарисовать мы не можем. Траектория показывается, как плоскость на местности. X, Y координаты. То есть, те координаты, которые имеют размерность расстояния. Небольшая ремарка. Правильнее говорить, размерность длины. Размерность расстояния, как-то так, не принято. Имеют размерность длины. Задача под номером 5. Ученик МГУ проехал 30 километров на север и 40 километров на восток. Нарисовать его траекторию, найти путь и модуль перемещения. Итак, траектория это линия, по которой двигалось тело. Он ехал сначала вверх на север, потом вправо на восток. Соответственно, вот такая вот ломаная, G-образная, это и есть его траектория. Путь. Путь у нас это длина траектории. Он проехал сначала 30 километров, потом 40 километров. Все просто. 70 километров. А вот вопрос с перемещением. Насколько же он переместился? Он находился в начальной точке и оказался вот здесь. Получается, что перемещение, то есть вектор, соединяющий его начальное положение с конечным. Это вот эта штучка. R. Вектор. И как же нам ее найти? Длину этого вектора. Конечно же, из прямоугольного треугольника. Давайте запишем, что S у нас равно 70 километров. То, что мы нашли. А теперь будем искать из прямоугольного треугольника. Модуль. Потому что мы хотим найти длину. То есть, модуль вектора R. Это у нас корень квадратный из 30 в квадрате плюс 40 в квадрате. 30 в квадрате это у нас 900. 40 в квадрате это у нас 1600. И получаем корень квадратный из 2500. Это у нас плюс-минус 50. Но модуль перемещения у нас строго неотрезательная величина. Поэтому это просто 50 километров. И получается, что он проехал-то 70 километров, а переместился всего на 50 километров. Шестая задачка. Крайне похожа на пятую, но здесь уже будет появляться угол. Если прошлую задачу мог решить и восьмиклассник, то для этой уже понадобится теорема косинуса. Смотрите. Ученик МФТИ проехал сначала на северо-восток, а потом проехал на запад 40 километров. Опять нарисовать траекторию, найти путь и модуль перемещения. Траектория опять же это у нас линия, по которой двигалась тела. Вот такая вот ломаная. Путь. Ну здесь все то же самое. Это у нас 30 километров плюс 40 равно 70 километров. То есть путь длина траектории 70 километров. А вот с модулем перемещения уже интереснее. Тело находилось здесь, стало здесь. То есть его перемещение это вот такой вот вектор. Нам надо его найти. Но это уже не прямоугольный треугольник. Зато у нас есть вот этот вот уголочек. Естественно, если это у нас направление на северо-восток, то это строго посередине здесь 45 градусов. Это накрест лежащий угол, значит здесь тоже будет 45 градусов. И получаем треугольник, в котором мы знаем сторону, и угол между ними 45 градусов. Ну сам Бог велел здесь использовать теорему косинусов. Кто не помнит, давайте кратенько напомним. У нас есть треугольник. И в нем известно. Одна сторона А, вторая сторона Б и уголок между ними альфа. Вопрос. Как найти третью сторону? С. На самом деле очень похоже на теореме Пифагора, только с одной добавочкой. С в квадрате равняется А в квадрате плюс Б в квадрате. Но, это вот была в теореме Пифагора. Здесь добавляется минус 2АБ косинус угла альфа. Вот поэтому и называется теорема косинусов. Применим это вот сюда. Получается, что модуль перемещения в квадрате это у нас 30 в квадрате плюс 40 в квадрате минус удвоенное 30 на 40 на косинус 45 градусов. То есть на корень из 2 пополам. Идем сюда. Итак, что у нас? 30 в квадрате 900, 40 в квадрате 1600. Здесь у нас двоечка с этой двоечкой сокращается. Получается минус 1200 умноженное на корень из 2. Корень из 2 это у нас примерно 1 и 4. То есть здесь будет 2500 минус 1200 умноженное на 1 и 4. И это у нас будет 820. Но это мы помним, что квадрат отсюда модуль R, то есть модуль перемещения примерно 29 километров. Смотрите, опять путь 70 километров, а перемещение 29 километров. Все найдено по теореме косинусов. Задача номер 7 из открытого банка задач FIPI. Тело движется вдоль оси Х и график зависимости этой координаты Х от Т представлен на рисунке. Найти момент времени, в который модуль перемещения тела относительно начальной точки максимален. Мы с вами разобрали, что по графику Х от Т сказать, какая координата у тела нельзя. Ну точнее, если нам не сказано в задаче, что он движется только по оси Х. А в этой задаче как раз это и сказано. Значит, если мы нарисуем ось Х, то мы вполне можем понять, а как же двигалось тело. Начало оно из 20 секунд. Где-то есть 0, где-то 20. И куда оно поехало? Из каких 20 секунд? Из 20 метров. Поехало оно в 30 метров. Хоп, попало в 30 метров. Потом из 30 метров оно попало в минус 30 метров. Значит, вот сюда оно приехало, где-то здесь минус 30. А потом снова приехало в 10. То есть вот сюда. То есть оно туда-сюда ездило по оси Х. Вот это и будет его траектория. Но нам это не суть важно. Мы просто разобрались, что это можно нарисовать. Но нас спрашивают модуль перемещения. Перемещение это вектор, соединяющий начальное и конечное положение. Тело находилось в точке 20. Приехало вот в эту точку. Здесь точка с координатой 30. Значит, оно проделало путь 10 метров. И перемещение в данном случае тоже равно 10 метров. Из 20-30, значит, модуль перемещения равен 10 метров. Дальше вот эта точка. Здесь у нас было 20 метров, стало минус 30 метров. Тело переместилось на 50 метров. Модуль перемещения равен 50 метров. И последняя точка. Было в 20 метрах, стало в 10. Модуль перемещения равен 10 метров. Итого, получается максимальный модуль перемещения. И, естественно, у нас в точке 5 секунд. И этот модуль перемещения равен 50 метров. Снова задача с графиком. Самокат катается вдоль оси Х. И нужно найти его путь за 7 секунд. Путь это длина траектории. То есть, это все расстояние, которое проделало тело. Смотрите. Оно находилось в начальном моменте времени в 50 метрах. И доехало до 10. То есть, у него путь, который оно сделало, S1, будет равен 40 метров. Дальше. Из 10 метров оно приехало в 20 метров. То есть, S2 равняется 10 метров. А потом оно вернулось в 0 метров. Сколько проехало из 20 в 0? Правильно. S3 равняется 20 метров. И давайте сложим. S равняется 40 плюс 10 плюс 20. Несложными математическими вычислениями получается 70 метров проехало тело. Дополнительный вопросик. А на сколько же оно переместилось? Находилось в 50, оказалось в 0. Переместилось всего на 50. А путь 70. Ездишь много. Перемещаешься на мало. Так бывает. И последняя задачка на сегодня, которая почему-то вызывает ужас у людей, которые видят ее в первый раз. Итак, жук движется в плоскости x, y. При этом его координаты зависят по следующим законам. x от t это 9 минус t в 4t в кубе, а y от t это 5 минус 3t. Вопрос. Каков модуль перемещения жука за первую секунду? Друзья, нам вообще без разницы, какие здесь зависимости. Я специально вот тут придумал зависимость кубическую, чтобы мы точно не смогли это нарисовать. Но это очень сложно нарисовать x от t, y от t и потом их как-то вот совокупить. Либо можно отсюда взять и подставить. Но не надо. Помним, что перемещение это вектор, соединяющий начальное и конечное положение тела. Так давайте же нарисуем начальное и конечное положение. Смотрите. Начальное положение это значит при t равном 0. x от 0 посмотрим. Подставим сюда 0, получаем 9. y от 0 подставим сюда 0, получаем 5. Пятерку. Смотрим. По x девятка, по y пятерка. Где-то здесь берем девяточку, а вот здесь пятерку. То есть тело находилось вот в этой точке. В точке 1. А теперь нарисуем положение тела за одну секунду. То есть после прохождения одной секунды. Давайте вот здесь. x от единицы. Подставляем вот сюда единицу. 9 минус 4, единица в кубе, это единица, поэтому это 9 минус 4, это пятерочка. А y от единицы, подставим сюда единицу, это будет у нас двоечка. Получаем, надо подставить по x пятерку, по y двойку. Где-то вот здесь. Это положение 2. Возможно, между этими точками он ездил вот так. Но нам-то какая разница? Нам важен только модуль перемещения. Поэтому вот это вот мы все стираем. И рисуем только перемещение. Вектор, соединяющий начальное и конечное положение. Вот он. Как его найти? Теорема Пифагора, друзья мои. Вот такой прямоугольный треугольник. И чему же в нем равны катеты? По x он был в девятке, оказался в пятерке. Значит, проекция его перемещения на ось x равняется четверке. А по y он был в пятерке, а оказался вот тут вот в двоечке. Значит, он проехал 3. Вот она, вот она. А, ну, кстати, неправильно я сказал. Наверное, проекция перемещения на ось x минус четверка, потому что он туда ехал. И минус тройки пойдет. Но не важно. Нам-то нужен модуль перемещения. Поэтому, смотрите, прямоугольный треугольник с катетами 3, 4, но автоматически здесь 5. Значит, модуль перемещения нашего жука за одну секунду равен 5 метров. Ну вот и все, товарищи. Больше тут разбирать просто нечего. Вам успехов. Пишите.